Приветствую вас, и первым делом, конечно, надо бы как следует разобраться с тем, что вообще произошло у вас. То есть, у вас будет ребенок, ребенку два года, получается, что он вам изменял, и раз ребенок появился, или как. То есть, вы понимаете, если вы выходили замуж за него, и у него уже был ребенок тогда, и вы его ребенка приняли, то это одно. Если вы вышли замуж, и потом узнаете, что у него ребенок, и теперь ревнуете его к мужу, то это немножко другое. И я думаю, что в первом случае, если вы приняли его, то получается, сейчас между вами что-то произошло. То есть, вы почувствуете свою неуверенность в себе. А вы чувствуете, что вы неуверенны в себе. Вы чувствуете, что вам не по себе из-за того, что ребенок, есть ребенок, у вашего мужа есть ребенок. Вы чувствуете себя не очень комфортно из-за этого. И надо сказать, что само по себе, само по себе данное состояние, оно, в принципе, нормально. Оно, в принципе, нормально, оно, в принципе, адекватно. Но, знаете, если вы чувствуете, что потеряли уверенность в себе, то что-то вас на это навело. Что-то заставило вас думать, что вы, например, мужи, например, больше не нужны. Или что-то заставило вас начать думать, что ребенок ему дороже, чем вы. И вообще в своем мужа вы сомневаетесь. Да, да, то есть если, если, например, муж мог вот так вот начать ребенка с женщиной, и потом ее бросить, да, и как бы совершенно с ней не общаться, если... Вы же понимаете, что мужчина, он так поступил, и это в свою очередь значит, что... он может так сделать, а если он может так сделать, значит он и с вами так может сделать. И вопрос тогда... вопрос тогда в том, собственно, насколько вы можете ему доверять. И вы видите, вы видите свекровь, которая намекает, как бы, вам на то, что, значит... что вот та женщина, она важна, что она одобряет ту, кто подарил ребенка вашему мужу, и это для нее важно. И вы чувствуете себя хуже из-за этого, вы чувствуете себя, ну, может быть, более неполноценной, да, из-за того, что... цикл так себя ведет, вот, понимаете? То есть момент заключается именно в этом, момент заключается именно в этом, в том, что, с одной стороны, у вас нет доверия к мужу, и вы чувствуете себя неуверенно с ним. Это если вы, вот, изначально, если вы, если вы изначально приняли его ребенка, а теперь, как бы, получается, что не принимаете его, то есть, ну, вам тяжело его принять теперь. Вот. И, с другой стороны, это поведение свекрови, конечно, свекрови очень неприятно и очень неудобно. То есть, очень неудобно, что муж ее, муж ваш, он с вами, а ребенок, вот, с другой женщиной, и свекрови, конечно, из-за этого не по себе. Секрови из-за этого не по себе, да. И она, вот, надеется, что она станет сюда, он все-таки будет с той женщиной, а не с вами, вот. То есть, это вот такая классическая реакция, классическая реакция женщины такого вот возраста, да, ну, то есть, такого возраста пожилого. Вот. Соответственно, если вы, соответственно, если вы оказались в такой ситуации, то вам, ну, необходимо все-таки с мужем поговорить и сказать, что вот вся эта ситуация заставляет вас, ну, ему не доверять. Вся эта ситуация заставляет вас испытывать недоверие к нему, вся эта ситуация, она заставляет вас чувствовать себя, ну, неловко, скажем так, да, вот. Вот. И, соответственно, вы либо поговорите с ним и постараетесь все прояснить, вот. Либо, ну, либо вы так и будете все в себе держать, и тогда вам нужно получить поддержку у психологов, потому что, понятно, что вам, ну, вам нужно подтверждение того, что вы единственцы, вам нужно подтверждение того, что вы востребованы, что вы нужны. А каждый раз, когда муж ездит к ребенку, тем более хочет приобщить вас к этому, вот, вы чувствуете, что это не так. И вам из-за этого неприятно. Здесь нужно либо разговаривать с мужем вашим и все обсуждать, кстати, непонятно, обсуждали ли вы с ним это, говорили ли вы ему это, говорили ли вы ему о том, что вот вам, ну, вам не по себе, говорили ли вы о том ему, что вам сложно воспринимать. Вот, принимать ребенка и так далее, то есть вообще в курсе ли он, насколько, насколько у вас доверительные отношения друг с другом, вот. Значит, либо с психологом прорабатывать вот эти самые причины, по которым у вас есть резвости. Смерность это, наверное, страх одиночества, глубинный страх одиночества. То есть вы боитесь, что муж вас бросит, вы боитесь, что с мужем у вас, например, ничего не получится, и вы боитесь по итогам остаться одна. Ну, соответственно, страх одиночества нужно прорабатывать путем личностного роста. А то так вы себя довольно быстро загоните в позицию жертвы, и будет вам совсем не сладко, когда вы, например, перестанете чувствовать вообще какой-либо контроль над ситуацией вообще. Ну, просто вообще не будете чувствовать какого-либо контроля над ситуацией. Вот. А если, значит, ситуация произошла так, что вы все-таки, если ситуация случилась так, что вы узнали о ребенке уже после того, как вышли замуж за него, ну, за вашего мужа, если это произошло так, если это произошло так, то здесь, конечно, здесь все несколько более печальное, потому что, смотрите, мужчина, он, получается, вам что, получается, он вам не сказал, получается, он вас обманывал, получается, он не договаривал вам о своей жизни, и, получается, что, по сути, вы оказались обманутой. Вот. Но в этом случае в ревности вашей нет ничего удивительного, это действительно неприятно, это действительно своего рода предательство, это действительно своего рода такое вот недостойное поведение со стороны мужчины. И я думаю, что вам нужно, опять же, опять же для себя решить, что вы будете делать, да, то есть, либо вы с ним поговорите, либо вы с ним как-то эту ситуацию обсудите, либо вы оставите все так, на данный момент негатив будет копиться все больше и больше и больше и больше. Вы имеете право не встречаться с ребенком, если не хватит. То есть, у вас есть такое ощущение, что мужчина хочет, как бы, на вас навесить эту самую заботу о своем ребенке, но если вам неприятно, если вы, тут вот важно разграничивать, что одно дело, если вы не хотите взаимодействовать с ребенком, например, причинить того, что вы ревнуете, это одно дело, это один момент. И совсем другой момент, если вы не хотите взаимодействовать с ребенком, например, потому, что вы считаете это неправильным, если вы считаете это каким-то вот аморальным, если вы считаете, что так вообще не должно быть, да? Ну, то есть, это ваше право, ваше право. И мужчины не имеют никакого морального оправдания требовать от вас того, чтобы вы взаимодействовали с этим ребенком. Это не ваш ребенок, ребенок для вас чужой, и, соответственно, вам либо приятно, либо вам неприятно. То есть, либо вы общаетесь с ним, если вам знакомится, вам хочется это, если вы, ну, можете это, либо нет. Вот если вам неприятно, вы этого не делаете. Но тут нужно все-таки однозначные мотивы. То есть, если вы это делаете из-за ревности, то, соответственно, именно на ревности вы далеко не уедете. Ревность, она будет расшириться, она впервые. Впервые это будет ревность к ребенку, потом это будет ревность к прошлому и так далее. Ну, кстати, проявление сразу надо сказать, что вы-то ревнуете мужчину к прошлому. И, опять же, это страх одиночества, если вы ревнуете мужчину к прошлому. То есть, он, если это было до вас, то он это просто изменить не в силах, если это было до вас. Он не в силах изменить это просто, как бы он ни хотел, он не может этого сделать. А если это было уже, когда вы познакомились уже, когда вы, там, ну, когда вы уже были вместе и так далее, если это было так, то, в этом случае, конечно, ситуация, ну, на мой взгляд, весьма-весьма плачевна. То есть, в этом случае, я думаю, что вы имеете полное право ревновать мужа и имеете полное право беспокоиться о том, как он вообще будет, что он вообще будет делать и как он будет вообще себя вести с вами. Вот, то есть, это, в общем и целом, ну, правильно, это правильный реакт, да, правильное поведение у вас по отношению к мужу. Вот, но, тем не менее, тем не менее, если вы его любите, если вы простили его, если вы простили его, если вы приняли его, то это проблема ваша, и это проблема неуверенности в себе и страха одиночества. Вот, то есть, вы не можете принять его просто именно по этим двум причинам. Вы же не учли от него, когда, значит, узнали о ребенка. Не учли. Значит, что сделали? Приняли ребенка. А если вы ребенка приняли, значит, это ваши позиции. И вы либо свою позицию продвигаете дальше, либо меняете и говорите ему, что прости, я не смогла, я не смогу. Вот, опять же, это ваша права. То, что вы испытываете, это скорее незащищенность, чувство незащищенности. Как не реагировать на личные замечания свекрови в быту уфу? А вот это очень другой момент, другой момент. Это уже другой момент. То есть, вы об этом не сказали. То есть, свекровь, она что, она с вами не очень лазит, получается, свекровь, она что, она вас не очень любит, она с вами как-то конфликтует, что вы остро реагируете на ее замечания. Или она вообще вам какие-то замечания делает. Если так, то, кстати говоря, почему она вам замечания делает, ну, вообще? Это вот, нужно с этим разбираться. То есть, у нее должны быть основания какие-то для того, чтобы вам замечания делать. С другой стороны, с другой стороны, это же она замечания делает. И значит, это ее проблема, что она делает вам замечания. Вы подумайте, чем вас задевает конкретно. Викрон, скорее всего, вы не переделаете, невозможно переделать викрон. Потому что она поживой человек, и вряд ли она поменяется. А вот вы, почему вас задевает вполне, можно будет понять, если присущитесь к себе и поработаете либо сами с собой, либо, соответственно, с психологом. На эту тему, опять же. Вот. То есть, не реагировать на замечания с кровью можно только в том случае, если вы для себя увидите, что конкретно вас задевает. Нужно прямо понять, что именно вас задевает. Вот. Задевает, например, то, что она показывает фотографии этого ребенка, так она стала бабочкой и ей приятно. Если вас это задевает, значит, вам это неприятно. И вопрос в том, во что это упирается по итогу. То есть, знаете, это ваше восприятие этой ситуации. Это ваше восприятие. Если вы хотите именно справиться с ревностью, то это личностный рост. Личностный рост. Я думаю, что, ну, то есть, как, что такое личностный рост, да? Это разграничение. То есть, вы, по сути, транслируете негатив, да, ну, такой пока только мысленный негатив. А вы транслируете мысленный негатив на ребенка, который вообще ни в чем не видимо не видимо, да? Который, в общем-то, имеет право на то, чтобы видеться со всем. Вы транслируете негатив. Почему? Потому что это лично вас задевает. И весь вопрос в том, основной, вот считаете ли вы, что это только ваша проблема? Что это проблема вашего восприятия? Что это особенность вашего восприятия? Или нет? Если считаете так, то надо подумать, почему так? Почему особенность восприятия? Может быть, вы чересчур наразите с семьей своей? Может быть. Может быть, так. Тогда вам для чего-то нужна семья, получается. Она вам нужна, ну, очень сильно. И причем именно для ваших каких-то целей. А что касается мужа, ну, если вы его любите, своего мужа, то, значит, если вы его любите, то, тогда, наверное, вам нужно его принять, вам нужно его принять таким, как он есть. А не принимая его ребенка, вы не принимаете своего мужа. Значит, скорее всего, ставится по сомнению ваша любовь к нему, ваше отношение к нему. То есть, вы-то его, может быть, и любите. Но помимо любви у вас есть что-то еще. Та же ревность, да, та же ревность, например. Эгоизм. Страх. Например, ну, неверные установки, деструктивные установки, деструктивные суждения и так далее. Но, как я думаю, что, все же, ключевой момент в том, каковы обстоятельства, каковы обстоятельства того, что вы узнали о ребенке втором. Вот как вы узнали о втором ребенке. Это вот прямо ключевое обстоятельство. От него всегда есть. И от этого нужно отталкиваться. Как я уже сказал вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.